Шалом! И добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Не знаю, как вам, а мне нравятся новые вещи. А вы знали, что слово «новое» описывает Царство Божие? Что ж, прошлое занятие мы закончили разговором о покаянии. Именно покаяние приносит новые вещи в нашу жизнь. Вещи Царства в нашу жизнь. Если мы хотим принять эти новые вещи, тогда нам необходимо стать новым творением. Что ж, с этими словами возьмите свою Библию и откройте ее на Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея, 9 глава. Евангелие от Матфея, 9 глава. Мы начнем с 14 стиха. Происходит нечто значимое. Посмотрите вместе со мной. Евангелие от Матфея, 9 глава, 14 стих. Мы видим тут Ешуа, но вот другая группа присоединяется к ним. Мы читаем в 14 стихе. Тогда приходят к нему, то есть к Ешуа, ученики Иоанновы, и говорят, «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» Пост должен быть нормальной частью жизни верующего, последователя Бога Израилева, Бога Авраама, Ицхака и Якова. В Библии мы видим, что пост необходим для духовного роста и изменения. Итак, эти ученики говорят, «Знаешь, мы постимся много, а также фарисеи постятся много, но вы нет. Почему так?» 15 стих. «И сказал им Ешуа, могут ли печалиться сыны жениха?» Заметьте, не друзья жениха. Если же вы посмотрите в текстусе Рецептусе, там сказано «сыны жениха». Я бы обвел это словосочетание, потому что мы знаем, что жених в других местах Писания означает «мессию». Сыны Мессии – это значит его ученики, его последователи, его слуги. Он говорит, «Могут ли сыны жениха, то есть его друзья?» Но очень важно, чтобы мы видели слово «сыны». Тут сказано, что когда сыны жениха с ним, то могут ли они печалиться? Он говорит, «Ибо с ними жених, им не следует». Пятнадцатый стих, вторая часть. «Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Это произошло, и мы должны быть постящимися людьми. Но пока, как в данном эпизоде, жених, Мессия был с ними, они не постились из-за радости его присутствия. Шестнадцатый стих. Сейчас он будет говорить о правильном образе переживания дел Мессии, его работы. Он говорит, «И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты». Мы говорим о заплате на верхнюю одежду из ткани, не подвергшейся усадке. Почему нельзя так делать? Потому что эта заплата поднимется из одежды и приведет к еще худшему разрыву. Это слово «схизма». Обычно слово «схизма» используется в отношении того, что группа разделяется. Когда из одной группы образуются две, Мессия говорит здесь, «Если вы делаете заплату для веткой одежды, эта заплата прежде должна подвергнуться усадке». Ей необходима корреляция со старой одеждой. О чем он говорит здесь? Очень просто. Поскольку у нас есть Евангелие, это Евангелие не может, хотя это и новое послание. Мы находим его в основании в Ветхом Завете. И вот, что он говорит здесь. Если мы возьмем истину Божью, новозаветную истину, и не поместим ее в термины, в правильный контекст, на основании Ветхого Завета, люди уйдут, и будет раскол. Будет разделение. Одна группа людей разделится на две. Именно так и произошло. Почему? Потому что столь значительная часть церкви, христианства, не поняла еврейский контекст, ветхозаветный бэкграунд для вечного понимания учений Мессии. Но по причине этого люди взяли слова Мессии и вставили их в новый контекст, вне библейского бэкграунда, в результате чего еврейский народ отверг это. Вот о чем здесь речь. Также переходим к 17 стиху. Не вливают также вина молодого в мехи Ветхи. Почему? А иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Теперь он говорит о другом. Он не говорит о послании, но говоря о вине, об этом новом вине, он имеет в виду Духа Святого. А Дух Святой не может прийти в неспасенного человека, находящегося в ветхом состоянии. Нет. Дух Святой приходит в новое творение. Вот почему кто во Христе, тот новое творение. Ветхое прошло, теперь все новое. Вот почему Дух Святой приходит в верующего только через обновление. Это учит нас очень важной богословской истины. Сначала спасение, затем обновление. Я принимаю это послание спасения. Тогда Дух Святой приходит в меня и производит работу обновления, благодаря чему я живу в новизне жизни. Не так, как неверно учат некоторые. что сначала обновление. Обновление это дело исключительно Святого Духа. Дух Святой не может прийти ветхого человека. Нет. Сначала человек должен принять спасение. Кто во Христе, тот новое творение. И тогда может начаться работа обновления. Вот что говорит здесь Мессия. Не вливают также вина молодого, говорит он, в мехи ветхие. «А иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но, говорит он, вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое. Сохраняется и то, и другое. Это-то он и хочет, чтобы мы увидели здесь. Мы новое творение в Мессии, и у нас есть помазание, посредством которого мы ходим в этой новизне жизни». Переходим к 18 стиху. Евангелие от Матфея приводит эту хронику, одну из моих любимых, и рассказывает он ее довольно быстро. И мы сделаем так же. Марк уделяет описанию этого события гораздо больше времени, но заметьте, как это значимо и что происходит. И мы видели этот конфликт, конфликт с фарисеями, с книжниками, из-за того, что они не восприняли новизны его слов. Эта новизна, это откровение основывается на том, чему учили пророки, на том, что провидел Моисей, что это придет. Но они этого не понимают, почему? Потому что они следовали традициям старцев, и их ветхие мехи не подходили для этого нового вина. Обратите внимание на 18 стих, чудесное описание. Когда он говорил им это, вот подошел к нему некоторый начальник, это начальник синагоги, начальник, а один из начальников пришел и сделал что-то. И это довольно потрясающе. Этот начальник, мы знаем, что он начальник синагоги, он руководящий еврейский чиновник в религиозном смысле. Он приходит, и Писание говорит, не сделайте тут ошибки. Писание говорит, 18 стих, и поклоняясь ему, говорил, он поклоняется, но говорит, «Дочь моя теперь умерла». Этот отрывок поможет нам в понимании библейского бэкграунда, и это то, в чем многие люди так путаются. Об этом мы поговорим, но заметьте, он говорит, «Дочь моя умерла». Посмотрите это, «Дочь моя умерла». Она в тот момент была действительно мертва, но он говорит Иешуа, «Но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». Вот что он понимает. Он понимает, что Мессия пришел дать жизнь. Как Мессия, он царь в царстве, и всякий раз, когда мы говорим о царстве, нам надо понимать, что тут есть связь, с воскресеньем. Без воскресенья, без новой жизни нет опыта царства. Итак, этот начальник синагоги пришел к выводу, что Иешуа Мессия, потому что он Господь Воскресенья, ведь он царь, Мессия. Так что начальник говорит, «Приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». Обратите внимание на то, что происходит. Иешуа то же самое. Не то, что он встал, его заставили встать. Почему? Вера. Эта вера приводит Иешуа в ситуацию, приводит его действие и присутствие. Вот почему нам надо быть столь внимательными и обращать внимание на все грамматические указатели, на то, чему грамматика учит нас. И здесь это выделяется. Слишком многие переводы игнорируют это, не обращают внимания. Но это должно привлечь наше внимание. Слово говорит, что Иешуа был заставлен встать. Что заставило его встать? Вера этого человека. Продолжаем читать. И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. 20 стих. И вот посреди всего этого женщина. Женщина, страдавшая кровотечением. Сколько времени? 12 лет. Числа в Писании важны. Не думайте, что это случайность, что она была в таком состоянии. Истечение крови делает ее нечистой. У нее оно было 12 лет, а число 12 Израиль. Это говорит о духовном состоянии Израиля. Истечение крови, нечистота, Израиль духовно нечист. Почему? Потому что он не принял дело Мессии. Писание говорит, что это истечение крови было у нее 12 лет. И тут сказано, что она подошла. Имеется ввиду, подошла к нему, но сзади. То есть она подошла очень покорно, очень смиренно, не желая устраивать зрелище. Она подходит с очень спокойным посвящением. Она подходит с целью. Она понимает, как и начальник синагоги, что он Мессия, что он приносит исцеление, а она хочет изменений. И оно необходимо ей. Итак, Писание говорит, и вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, помните, Израиль, число 12. Она подходит к нему сзади. И что происходит? И прикоснулась. Вашей Библии сказано к краю одежды его. Мы уделим этому внимание, потому что я сделал что-то. Я произнес это и положил сюда, когда мы начали этот раздел. Мы обычно делаем 8 уроков за один раз. Я положил это здесь, и вы это видели последние 7 недель. Но я принес это ради сегодняшнего занятия. И вот что это такое. Именно та одежда, к которой она прикоснулась. Это одежда с четырьмя краями. Мы считаем они, к примеру, в книге числа в 15 главе стихи с 37 по 41. Там сказано, что на этой одежде с четырьмя краями должны быть кисти цицит. Посмотрите, вот край и на нем цицит. И причина, чтобы кисти были видны, вы надеваете эту одежду и кисти видны. Обычно бывает благословение, когда это надевается. Вы надеваете эту одежду, люди видят и вспоминают. Они вспоминают заповеди, заповеди Писания. И что они захотят делать? Они захотят исполнять эти заповеди, соблюдать их. Итак, она подходит, видит Ешуа, и на нем одежда вот как эта. Женщина подходит сзади и касается одной из этих заповедей, одной из этих цицит. А для чего она это делает? Что ж, есть утверждение. Когда вы касаетесь цицит, когда вы касаетесь их, то вот что вы говорите. Вы говорите, я хочу слушаться Бога. И почему это так важно? Потому что она говорит, я хочу исцеление. А для чего она хочет исцеление? Она хочет исцеление для того, чтобы слушаться Бога. Такова цель. На чем мы закончили на прошлой неделе? На покаяние. Покаяние это обращение к Богу и не только за прощение. Это часть, но вы хотите прощения, чтобы не продолжать жить в грехе. Прощение значит, что я не хочу греха в своей жизни. Итак, помните, что эта женщина в данном состоянии 12 лет. Она олицетворяет Израиль и это предвозвещает. Есть пророческая связь, что Израиль однажды придет к выводу, что он не хочет оставаться в духовной нечистоте. Он не хочет быть духовно нечистым. И для того, чтобы обрести спасение, обрести исцеление, обрести духовное изменение, он придет к Иешуа. Он придет к нему в смирении и прикоснется к нему. Он сделает это в вере и с какой целью? Израиль и назван слугой Бога. Чтобы служить Богу, так поступила и эта женщина. Писание говорит, что она подошла сзади, она коснулась края одежды его, цицит, ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к цицит его. Вероятно, в вашей Библии сказано выздоровью, но написано буду спасена. В Писании стоит слово созу, я спасаю, речь о Мессии. Также это и концепция, используемая в разных отношениях и для исцеления тоже. Женщина желает быть исцеленной, но также и в духовном смысле, чтобы ходить и жить в спасении. И что делает Писание? Не сделайте ошибки. Писание связывает спасение с желанием исполнять заповеди Божьи по виновациям. Опять таки, спасемся мы не заповедями, но будучи спасенными, а что спасло ее? Она не исполнила никакую заповедь. ее спасла ее вера, вера в Мессию, но она понимала, что вера в Мессию подразумевает послушание Слову, заповедям Бога. Обратите внимание на то, чему Писание учит читателя. 22 стих. «Ешуа же, обратившись и увидев ее, сказал «Дерзай». Это термин ободрения. Писание говорит «Дерзай, дочь». И этот термин «дочь» часто используется как «дочери Иерусалима». Речь идет о народе Божьем. Он говорит «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя». И вот опять, я бы подчеркнул эти слова «вера твоя спасла тебя». Спасла. Грамматически это необычная конструкция. Когда вы смотрите на нее, она выделяется. Слово «сесо кэн» оно стоит в перфекте. Что это значит? Это значит с момента в прошлом она ухватилась за это. Она поверила. С того момента, сейчас, когда он говорит ей и в будущем, она будет спасена. Это говорит о постоянном спасении, которое не прерывается. Вот что грамматика говорит нам использованием перфекта. И тут сказано «Женщина с того часа стала, в данном случае здорова, с того часа». Эта история как бы прерывает ту, о которой мы говорили. Началось, как вы помните, с начальника синагоги, чья дочь умерла. Помните, он говорит, «Дочь моя умерла, но если ты придешь, ты можешь воскресить ее. Она будет жива». Итак, возвращаемся к этой истории. Посмотрите 23 стих. «И когда пришел Ешуа в дом начальника и увидел, уже начались приготовления к похоронам. Там были, вот что говорит текст, вторая часть 23 стиха, и увидел свирельщиков и народ. Народ был в смятении. И что делал народ? Народ оплакивал девицу. Там были свирельщики и народ был в смятении. На иврите термин беды, скорби. Свирели играли печальную мелодию и все были в смятении и скорби. Печальное событие смерть юной девушки. В другом месте писания сказано, что ей тоже было 12 лет. Обратите внимание на 24 стих. приходит Ешуа и он видит ситуацию совсем по-другому. Я могу вам точно сказать, то, как мы видим ситуации, в большинстве случаев Ешуа видит их совсем иначе. И вопрос в том, с кем мы согласимся? С ним или с нашим собственным восприятием? А наше восприятие, если оно вне Ешуа, всегда, всегда неправильно. Он видит все правильно. Итак, Ешуа входит в дом, видит, что происходит, и говорит им, уходите, выйдите. Но почему? Потому что что они делают? Я уже сказал вам. Они скорбят, поскольку она мертва. И вот истина. Вы думаете, что ее отец ошибался? Нет. Она в самом деле была мертва. Но мы увидим выражение, идиому, которое читатели столь часто понимают неправильно. Вспомните, о чем мы говорили. Когда мы берем вещи вне их библейского бэкграунда, мы не понимаем оснований того, что сказано в Писании, особенно в Ветхом Завете, или в общине, которой Ветхий Завет был дан. Я говорю о еврейской культуре. Не понимая этого, мы впадаем в заблуждение, и у нас неверное богословие. Заметьте, они скорбят, а Ешуа говорит им, выйдите вон. Почему? Вам пришел для изменения. Итак, вспомните, что мы узнали. Мы узнали, что этот начальник синагоги пришел к истине. Какой истине? Он понял, что Ешуа Мессия. Что это значит? Он Царь Царства. И есть связь между Царством и Воскресением. А потому он ожидает, что Ешуа воскресит его дочь. В данном контексте это олицетворяет Израиль. Нам следует ожидать такого изменения. Воскресение Израиля. Вы знаете, у нас есть женщина, наш друг. Она была в церкви долгое время. И вот говорит, мне надо выйти оттуда. Потому что ее пастор говорит следующее. Всякий раз, когда вы встретитесь с термином Израиль в Библии, заменяйте его на церковь. Неверно. Он думает, что Бог с Израилем закончил, что Израиль заменен церковью. Но это не так. Писание говорит, что еврейский народ ожидает великий день восстановления через веру в Мессию. Ешуа говорит, выйдите вон, ибо не умерла девица. Почему? Потому что вера приходит. Она присутствует. Он говорит, что она спит. Что ж, мы знаем, что она умерла. Почему же он говорит это? По причине своего присутствия. И потому что много раз в Библии и часто в иудеизме, а реальной, буквальной смерти говорится как о сне. И это не имеет никакого отношения к ложному учению о сне души. Никакого сна души нет. Почему я это говорю? Каждый раз, когда говорится в отношении того, кто мертв, они имели когнитивную информацию. Они знали, они говорили, они чувствовали. Так что концепция о сне души не верна, она ошибочна. Ешуа говорит о ней как о спящей, проснуться. и вам следует ожидать, что после смерти вы воскреснете. Так что своими словами здесь он подчеркивает надежду на воскресение. Он говорит, что она не умерла. Физически она мертва, но она спит по причине того, что есть воскресение. И он явит пример этого. Ешуа говорит, что она спит. А что делали они? Они насмехались. Они смеялись над ним. И что это показывает? Что на самом деле они не верили в воскресение. И в этом проблема. Когда мы смотрим на учеников и смотрим на Израиль, никто в действительности не верил в воскресение, хотя и учили, учили, учили о нем. Почему я говорю, что никто не верил в воскресение? Кто пошел к гробнице в третий день? Он говорил в Иерусалим, что он умрет, будучи предан старейшинами и первосвященниками. Он будет предан язычникам, которые распнут его, и так он умрет. Но в третий день. Он говорит четыре раза, я воскресну, но никто не поверил, что в третий день он воскреснет из нортов, но он воскрес. Это показывает их неверие. Будем завершать. Они смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он войдя взял ее за руку. И эта юная девушка встала, то есть была заставлена встать. И Писание говорит, что разнеслось это слово, эта молва по всей земле той. Какая молва? Что через Ешуа есть жизнь для умерших? То есть он есть воскресение и жизнь. Пока вы не примете Ешуа и то, что он сделал на кресте, вы не переживете воскресение к жизни, но вы переживете воскресение к вечному осуждению. Вас ждет вечное презрение и вечная смерть. Прочтите 12 главу книги Даниила. Что он там говорит о воскресении? Это так значимо. Все воскреснут. Вопрос только к чему? К вечной жизни или к вечной погибели? Смерти и презрению? Этот выбор за вами. Что ж, время закончилось. До встречи на следующей неделе. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.